Главные новости прошедшей недели. Кого из руководителей уволили за мирные акции протеста? Об этом и не только в новом выпуске программы. В Могилеве продолжают увольнять несогласных с действующим режимом. На прошлой неделе был уволен Алексей Батюков, директор Музея истории Могилева. Он получил уведомление о непродлении контракта. Как говорит сам Батюков, об этом ему сообщили в госполкоме. Теперь директор пробудет на своей должности до 16 февраля. Батюков руководит музеем истории Могилева с 2011 года. За это время музею удалось на пожертвования граждан и предприятий вернуть в Беларусь и пополнить свою коллекцию ценными артефактами, среди которых есть и статут Великого княжества Литовского. Это было уникальное событие для белорусской культуры. В октябре прошлого года Батюкова оштрафовали на 621 рубль за участие в трех акциях протеста. Также директор музея вместе с шестью подчиненными подписал открытое письмо, в котором осуждалась немотивированная жестокость сотрудников правоохранительных органов и отмечалось, что граждане не чувствуют себя в безопасности. Среди требований была и отставка Лукашенко. А мы напомним, что не так давно за свою гражданскую позицию был уволен директор Могилевского областного драматического театра Андрей Новиков. Продолжаю давить и на активистов. Дрыбинского активиста Андрея Юркова снова осудили на 15 суток. Суд прошел 4 января. Юрков в последнее время не покидает ТВС. Уже с августа прошлого года за решеткой он провел 62 суток. За что в этот раз Юрков получил очередные сутки, дрыбинские горецкие активисты не знают, так как в суде никто из них не присутствовал. Не удалось попасть на суд в Дрыбине даже родственникам Андрея. В зал суда Юркова доставили прямо из ИВС, где он отбывал предварительное наказание в виде 5 суток административного ареста, также наложенное судом Дрыбинского района. Этот арест активист получил в канун Нового года. Друзья Юркова считают, что поводом для очередного ареста теперь стало видео, которое накануне Нового года активист выложил на своей странице в социальной сети, где активист на лыжах в белокрасном белом шарфе выражает уверенность в неименуемой победе белорусского народа. Ранее горецкие друзья Юркова склонялись к мысли, что именно за это видео Андрей был перед Новым годом наказан 5 сутками ареста. В Слуцке судили 34-летнего мужчину за то, что он разбрасывал ежиков на территории Слуцкого РВД вечером 4 августа после отмененного властями митинга Светланы Тихановской. За это мужчина получил наказание год химии. Действия мужчины привели к повреждению шин двух машин сотрудников милиции. На месте нашли 38 строительных шурупов. Правда, в суде потерпевшие заявили, что претензий у них нет. Прокурор просил суд приговорить дело к полутора годам домашней химии. Но судья вынес более суровый приговор. Согласно обвинительному заключению, мужчина 4 августа прошлого года, около 19 часов находясь в нетрезвом состоянии с хулиганскими намерениями, выехал на такси в магазин «Строительный гипермаркет», где купил винты. Затем на такси приехал к зданию ВД, где их раскидал. Мужчина свою вину полностью признал. В суде также присутствовали двое сотрудников правоохранительных органов, у которых были проколоты колеса машины. Они отказались подавать гражданские иски и не имеют претензий к гражданину, пишет «Курьер.Инфо». Еще одно уголовное дело про саморезы рассмотрел районный суд Могилева. Уголовное дело возбудили в отношении 50-летнего Сергея Бузука. Его обвиняют в том, что 26 октября и 11 ноября он разбрасывал саморезы на стоянках возле РУВД Комитета госконтроля, 11 губазика и Следственного комитета. От действий могилевчанина пострадал только сотрудник Государственного таможенного комитета, который оценил ущерб в 30 рублей, пишет Радио Свобода. Дело находится на рассмотрении судей Оксаны Ратниковой. Сергей Базук полностью признал свою вину и раскаялся. В суде сказал, что своими действиями он опротестовывал результаты президентских выборов, избиения граждан силами безопасности во время мирных акций протеста, а также следственными органами, которые не привлекают к ответственности виновных в насилии. Сергей Базук в своих показаниях в суде отметил, что протестовал против действий правоохранительных органов. Он не собирался дестабилизировать их работу или навредить им. Ранее он писал в прокуратуру и государственный контроль в письменной форме, но оттуда получил, так сказать, только формальные ответы. Сергея Базука задержали на остановке 16 ноября. С тех пор он находится в СИЗО в Могилеве. Суд над могилевчанином продолжится 20 января. На месте снесенных частных домов по улице Лазаренко появится многоэтажка. Многие могилевчане сразу возмущались тем, зачем уничтожать историю и такие объекты. Позже стало понятно, что Укс Могилева построит на месте этих домов многоэтажку. Здесь появится многоквартирный жилой дом с благоустройством прилегающей территории. Дом запроектирован по индивидуальному проекту, но по мнению корреспондента Могилевского времени, дом фактически в центре города будет построен за относительно небольшую стоимость квадратного метра. Он предназначен для граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий. Странный выбор места строительства дома для очередников. Куда более логичным было бы продать данные квартиры по коммерческой стоимости, как это делают другие из застройщики в подобных домах по улице Лазаренко. Например, компания Грай продает квадратный метр в среднем за 650 долларов. Будем надеяться, что нуждающимся не окажутся все чиновники Могилевской области. Какими новостями закончилась неделя для Могилевских районов? В Хотимске руководство жилкомхоза в экстренном порядке провело оптимизацию кадров. Теперь здесь бастуют люди. Вместо 16 уборщиков дворовых территорий по штату и нагрузке оставили только 6. Физическая нагрузка для работников большая, а зарплата осталась на прежнем уровне. Такие условия сразу отразились на состоянии придомовых территорий. По населенному пункту пройти нельзя, снег не убирается. С 1 января уборщики дворовых территорий объявили бойкот и не вышли на работу. Что теперь делать дальше жителям Хосимска, непонятно. Во время телевизионного марафона «Согреем детские сердца», который ежегодно проводит телеканал «Беларусь-4 Могилев», рассказали об особенном ребенке из Кричева. Из-за проблем со здоровьем Елисей ограничен движение и учится дома. Мальчик очень любит рисовать, поэтому его новогодняя мечта была простая – это специальный стол для рисования. Однако для семьи это дорого. Осуществить мечту юного художника помогли благотворительное объединение блага, коллектив Могилевского филиала «Белтоможсервис» и другие неравнодушные люди. В новом году к Елисею придет педагог по изобразительному искусству и в Кричеве планирует провести выставку работ юного художника. Другие интересные видео, а также программы о жизни региона смотрите на нашем канале. В прямом эфире, который ведет журналист Олесь Бураков в студии 6ТВ, смотрите, как могилевчанин после суток ВВС получил удостоверение инвалида третьей группы. В новом выпуске программы «Судовый конвейер», которую ведет журналист Владимир Лапцевич, смотрите про суд за оскорбление в интернете сотрудника ГАИ, а также о том, как не удалось найти справедливости в суде журналисту Могилевского региона Олесю Соболевскому. Ставьте лайки, пишите комментарии, нам важно ваше мнение, подписывайтесь, это помогает нашему каналу развиваться.